Ну теперь Тюмень, где впервые провели сложнейшую операцию. И ее успехом пациент обязан не только врачу, но и роботу. Такой специалист не знает усталости, эмоций, а все манипуляции проводит на высочайшем уровне. И ему по плечу самые непростые задачи. О медицинском будущем, которое уже наступило. Андрей Голдырев. Две руки хирурга хорошо, но две роботические еще лучше. Необычная операция проходит с необычным помощником. У пациента врачи обнаружили новообразование рядом с небными миндалинами. Со временем опухоль могла бы стать злокачественной, а подобраться к ней непросто. Поэтому оперировать решили новым способом. Если бы нам надо было уходить в глотку, то для того, чтобы увидеть напрямую, я был бы вынужден рассекать челюсть, так называемый, делать мандибулатомию, раздвигать. И только тогда бы я свизуализировал, что находится за корнем языка. Сейчас же процесс удаления происходит через ротовую полость. Никаких разрезов. Робот делает всего лишь несколько проколов. Одно неверное движение, и пациент может остаться инвалидом. А руки робота не знают, что такое тремор. Они могут работать, как скальпель, когда нужно, становятся зажимами. Но все решения принимает не сама машина, а человек. Робот по замыслу Айзека Азимова – это устройство, или скажем так, механическое существо, полностью изменяющего человека. Здесь этого нет. Здесь присутствует некий девайс. То есть это один из типов эндовидеоинструментов. Игорь Решетов – один из немногих хирургов России, кто проводит подобные операции на горле. Но пока только в Москве. В Тюмень он прилетел специально, чтобы поделиться опытом с местными специалистами. Среди потенциальных кандидатов, кто может управлять роботом – Дмитрий Щербаков. Он уже прошел специальное обучение. На этой операции выступил пока в роли ассистента. Это мероприятие как раз-таки было необходимо для того, чтобы начать эпоху лорохирургии в Тюмени. То есть это такой, скажем, очень маленький первый шаг к тому, чтобы эта технология развивалась. Потому что технология перспективная. Мы прекрасно понимаем, что роботическая хирургия – это хирургия будущего. И тот, кто сейчас эту технологию будет держать в руках, ну, затем и будущее. К тому же этот робот универсальный. С помощью него можно делать операции на сердце, печени, поджелудочной железе. В Тюмени такую установку уже активно используют при проведении операций в урологии и гинекологии. В перспективе к ним добавятся хирургические процедуры и на горле. Преимуществ при таких операциях – целая масса. Они проходят практически без единой капли крови. При этом робот может добраться до самых отдаленных участков тела. А еще такое вмешательство не требует огромных разрезов. А значит и восстановление протекает быстрее. Чем больше мы хирурги травмируем при подходе, тем качество жизни хуже. А еще это тот самый случай, когда подготовка занимает гораздо больше времени, чем сама операция. Для этого пациента она длилась всего 15 минут и прошла успешно. Реабилитация, кстати, тоже много времени не займет. Через сколько уже можно будет выпить? Завтра. Сейчас вот наркоза проснется. Можно вечером, либо завтра. Андрей Голдарев, Александр Шешуков, Елена Каркина, Екатерина Колоницкая, Евгений Егошин. Уральское бюро Первого канала. Тюмень.